Я думаю, вы помните библейский текст, который звучит следующим образом. Когда вот настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Я думаю, вы помните, да, друзья, что вот эта вот фраза, этот стих, он звучит в самом сердце главы, посвященной любви, ну, величайшей христианской добродетели. Добродетели в смысле качеств, характера, которые влекут нас с вами делать добро, качества, которыми определяются наши поступки, потому что мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. В настоящий момент, будь то знание или пророчество, вот Павел говорит, уверяет нас с вами, что все это частично, это все только временные дары христианской жизни. И вот апостол противопоставляет временное постоянному. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. И вот в этом смысле, друзья, добродетель любви, Павел говорит, она не прекращается. И мы получаем этот поразительный портрет. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Только не думайте, что вы можете просто шагнуть вот в эту добродетель любви, радостным солнечным утром, шагнуть без труда и остаться вот в этом портрете навсегда. Я думаю, последние строки, они рассказывают немножко другую историю. Любовь все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит, любовь никогда не перестает. Верить, надеяться, никогда не сдаваться. Друзья, все это говорит о моментах, может быть, о часах, может быть, днях, а может быть, даже о годах, когда будет, что терпеть, когда будет, во что верить, вопреки доказательствам, и когда будет, на что надеяться, чего сейчас не видно. Да, есть вещи, которые угрожают любви. И любовь, о которой говорит апостол Павел, это, ну, добродетель. И это не правило, не правило, навязанное, произвольное, подлежащее исполнению из чувства долга. Любовь – это не принцип, которому человек либо подчиняется, либо не подчиняется. И уж тем более, друзья, любовь – это не результат того, что люди делают естественно. Мы читаем эти слова апостола и понимаем, ну, если оставить меня на произвол судьбы, если предоставить меня самому себе, то я буду, скорее всего, малодушен, я буду недоброжелателен, я буду завистлив, я буду суетлив, я буду напыщен, я буду бесстыден, ну и так далее. Предоставленный самому себе я не смог бы вынести одних вещей, не поверил бы другим вещам и не смог бы надеяться на некоторые вещи. Если бы я был предоставлен самому себе и делал то, что мне свойственно, то есть у меня ничего не получится. Вот почему любовь – это добродетель. Это язык, который нужно выучить. Это музыкальный инструмент, которым нужно заниматься. Это гора, на которую нужно подняться по крутым и сложным тропинкам. Но с вершины этой горы откроется самый удивительный вид. Друзья, любовь – это одна из тех вещей, которые сохраняются надолго. Одна из черт характера, которая обеспечивает подлинное предвкушение той полной человечности, которая нам обещана Богом в конце. Однако, друзья, вы знаете, вообще вот при чтении вот этого отрывка из послания к Коринфянам, оно все-таки возникает проблема, и проблема языка. И проблема связана именно вот с этим благословенным словом «любовь». А будь то греческий язык времен апостола Павла или наш с вами современный язык, русский, английский, хоть какой, друзья, вы знаете, вот слово «любовь» – оно используется в нескольких диапазонах значений, выхватывая привязанность, страсть, удовлетворение чем-то или кем-то, высокую оценку чего-то, ну и так далее. Вот особое значение слова «любовь», которое мы с вами находим в Новом Завете, знаете, не является результатом того, что вот первые христиане, они обнаружили слово, которое уже говорило именно о том, что они хотели сказать, и как-то ухватились за него. То есть, скорее всего, друзья, они остановились на этом слове как на «лучшем из имеющихся», и затем дали ему привилегию нести новую глубину смысла, в котором одни аспекты значения, они все-таки сохранились, были подчеркнуты, а другие отодвинуты на второй план. И неудивительно ведь, что слова, обозначающие «любовь», имеют самые разнообразные значения, а и то, и дело, они, знаете, переходят от одного варианта к другому. Ведь вопрос о том, как мы, люди, относимся друг к другу. Вопрос о том, кто нам нравится, кто нам не нравится. Вопрос о стиле отношений, затем, как меняются эти представления, как меняются моральные убеждения во времени, культуре. Друзья, этот вопрос очень-очень сложный. Вы только подумайте или представьте, сколько сегодня информации на тему о любви можно получить, или говорят нам с вами, содержат книги, стихи, фильмы и песни. В Новом Завете слово «любовь» выполняет очень сложную задачу. Библейская любовь – это воплощение добродетелей, которое меняет жизнь. И не только вашу, но и жизнь людей, которые вокруг вас. Воплощение добродетелей, которое определяет общину верующих людей. Любовь по своей природе, вы знаете, по своим последствиям, по нравственному облику, становится необходимой, чтобы стремиться к ней. Любовь устанавливает планку, друзья, настолько высоко, сколько возможно. Вот Вера пропела песню «Мы так любить не можем, друзья». Как написано в Первом Послании к Римфинам, друзья, «Мы так любить не можем». То есть эта планка настолько высоко, насколько это возможно. И, может быть, самое первое, что нужно сделать, друзья, что следует сделать, это признать, что эту планку мы с вами не смогли преодолеть. И затем, когда это будет сделано, вы знаете, понятными становятся слова апостола Павла, когда настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Совершенное и частичное – это ключ к пониманию того, как устроен добродетель любви. То есть когда приходит совершенное, частичное упраздняется. А вот слово, которое апостол Павел использует для обозначения совершенного, оно несет в себе два смежных значения. То есть, с одной стороны, слово указывает на ощущение того, что нечто наконец-то достигло своей цели. Ну, представьте себе медленно наполняющийся стакан или чашка, которая наконец-то наполнилась до краев. Или подумайте о долгом, извилистом паломничестве, путешествии, которое наконец-то достигло своей цели. С одной стороны, вот слово «совершенное», оно имеет этот смысл. Но, с другой стороны, это же слово дает искренное ощущение, вы знаете, зрелости и полноты, а противопоставляя, в частности, молодости или незрелости. И апостол говорит, что вот с приходом совершенного долгое, извилистое паломничество закончится и частично упразднится. «Когда я был младенцем, по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, мужчиной, то оставил младенческое». То есть, когда я был ребенком, я говорил, думал, рассуждал, как ребенок. Но когда стал мужчиной, избавился от детского. то есть буквально младенческое упразднилось. Друзья, именно неизменность любви, именно то, что любовь не прекращается и побуждает запутавшихся христиан Коринфа работать над любовью. Итак, друзья, вот это представление о том, что одни вещи христианской жизни не пройдут, а другие вещи христианской жизни пройдут, основано на предположении, что наша с вами настоящая жизнь – это первая фаза гораздо более длительного существования, и что между настоящим и будущим будет как сильная преемственность, любовь пребывает, так и некоторые разрывы, а вот знания и пророчества – они упразднятся. Другими словами, обетование, надежда на воскресение, друзья, это то, что наполняет христианскую жизнь новым нравственным смыслом и содержанием. Всегда преуспевайте в деле Господнем. Почему, друзья? Павел говорит, зная, что то, что вы делаете, нечетно перед Господом. Да, действительно, есть некоторые элементы нынешней христианской жизни, которые больше не понадобятся. И, может быть, по иронии судьбы, друзья, к ним относятся именно такие вещи, которые коринфяне, как и многие люди сегодня склонны считать очень-очень духовными. А к непостоянным вещам относятся именно те явления, которые сегодня несут небесную жизнь в краи, в уголки нашей земли – пророчества и особые дары знания. Павел говорит, все это станет ненужным с приходом будущего, как свечи становятся ненужными с восходом солнца. Наступит великий переход, великое преображение, которое для нас будет подобно переходу от детства к зрелой, взрослой жизни. Будет подобно переходу от смотрения в тусклое зеркало к встрече с человеком лицом к лицу. Будет подобно переходу от разглядывания частей нашей жизни и не имея представления о том, как они сочетаются друг с другом, к видению чего-то целого и завершенного. Теперь мы смотрим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю подобно, как я познан. Вы знаете, апостол пишет об этом с особой тонкостью. И вот этот вот контраст незрелого детства и зрелой, взрослой жизни, друзья, это метафора. Это переносное значение грядущего перехода от настоящей жизни к жизни воскресенья. И не только это. Здесь также присутствует смысл, друзья, что мы действительно вот сейчас с вами, а сейчас являемся с вами незрелыми детьми Бога. И вот однажды мы станем взрослыми. Контраст между взглядом в мутное зеркало и лицом к лицу, друзья, это тот самый пример перехода от грядущего к будущему. В настоящий момент мы действительно смотрим в туман нынешнего мира и смутно разбираем Бога, Его пути. Но однажды, друзья, мы будем видеть ясно. И в этом смысле, друзья, подумайте о том, какое место в жизни христианина занимает любовь. Одна из тех вещей, вера, надежда, любовь, которые сохранятся от настоящего мира к будущему. И более того, главное из этих трех вещей – именно любовь. Друзья, каждый день под воздействием Божьего Духа мы формируемся в людей грядущего будущего. Таким образом, мы с вами призваны практиковать любовь, практиковать ее как красивый, но сложный музыкальный инструмент. Мы призваны изучать любовь, изучать как трудный, но сильный язык. Любовь является ключевым элементом будущей жизни. Любовь является предвосхищением будущей жизни здесь и сейчас. Ну, любовь – это язык, друзья, на котором говорят в Божьем мире. А вот мы с вами призваны учиться этому языку уже сейчас, ожидая этого дня. Любовь – это музыка, которую исполняют в Божьих дворах. И мы призваны учиться ей и практиковать ее заранее. Друзья, любовь – это не наш долг. Мы не должны любить. А любовь, друзья, это наша с вами цель. Однако, вот как бы ни было, вот читая эту 13-ю главу 1-го послания к Коринфянам, мы все-таки остаемся с вопросом. Вот как бы вот, отвечая апостолу Павлу, мы говорим, хорошо, Павел, красиво написано, но как? Вот мы можем хотя бы начать стремиться к такому высокому идеалу. Ну и действительно, друзья, ведь вопрос остается как? А мое желание сегодня, вот, обратить ваше внимание на текст из Писания, который в какой-то мере отвечает на поставленный вопрос. Поэтому, друзья, все, что было сказано выше, это было только вступление. А теперь прошу вас послушать библейский текст. А я не займу много времени, друзья. Послание к Галатам, 5-я глава, с 19-го стиха. Очень хочется оставить, ну это как, может, больше как вопросы для размышления. Это то, что могли подумать и о библейском тексте нашей с вами жизни. Итак, Послание к Галатам, 5-я глава, с 19-го стиха. Дела плоти известны. Они суть прелюбодеяния, облуд, нечистота, непотребства, идолослужения, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие и так Царство Божье не наследуют. А теперь, друзья, вот ответ на наш с вами вопрос. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плод со страстями и похотями. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Вы знаете, вот чтобы понять этот библейский текст, его очень легко, ну неправильно понять, выров из контекста. Поэтому позвольте вот буквально несколько мыслей о том, что все-таки апостол Павел пытается сказать вот в послании Галатам до вот этого момента. В общем, самый главный, основной вопрос, друзья, вопрос, на который отвечает апостол Павел вот до этого момента, это вопрос в следующем. Кто, кого можно считать частью Божьей семьи? Кто такие Божьи дети? И вы помните, в этом послании апостол Павел вот рассказывает такой откровенный инцидент, который произошел между ним апостолом Петром. В церкви города Антиохия, вот когда вот апостол Петр, он сначала кушал за одним столом с язычниками, а потом, когда пришли знакомые из Иерусалимской церкви, он удалился, он перестал есть с язычниками. Вот тогда вот апостол Павел говорит, я восстал открыто и сказал Петру, вот почему ты лицемеришь? То есть это очень интересный вопрос, вопрос, в свете которого можно прочитать Евангелие, Новый Завет. А кто же все-таки является Божьими детьми? С кем нужно делить Божий стол, трапезу Господню? Кто может сидеть за этим столом? И вот апостол Петр вот понимал, что не все. Апостол Петр понимал, что не все можно прийти к этому столу. То есть есть определенные требования для всех людей. Ну знаете, вот одно из самых основных определенных требований, это было, ну вот со стороны, вот что происходило в церквах Галатейских. И вот апостол Павел говорит, что для Божьего народа был временный режим существования, это Божий закон, который с приходом Христа, он закончился, то есть с приходом Христа, вот пришла эта весна, да, друзья, вот в церквах Галатейских, куда писал апостол Павел, все было не по-весеннему прекрасно. И вот этих вот бедных язычников, которые обратились к христианству, их теперь уговаривали совершить или принять основные ритуальные требования иудейского закона. То есть говорили вы, не будете по-настоящему Божьими детьми, вы не можете присоединиться к трапезе Господней, если не будете исполнять требований о пище. Если не будете исполнять требования по соблюдению особенных дней, и особенно, друзья, если вы не будете, ну, к мужчинам это бы относилось, если не вспомнить обряд обрезания. То есть появились учители, которые в буквальном смысле настаивали на этом. Настаивали, вот, ну, утверждая вот так вот осторожно, вот этих вот язычников, друзья, что с принятием этих ритуальных требований в принципе в вашей жизни ничего значительного не произойдет. То есть это то, что говорили учители. Друзья, вот апостол Павел, если вы помните, друзья, он обладал таким строгим фарисейским образованием, то есть он видел все по-другому. Он прекрасно понял, друзья, что это опасность. И вот то, что сейчас говорят, или то, что пытаются сделать с язычниками, это только начало. То есть обрезание имеет смысл только в том случае, если вы намерены подчиняться дисциплине вот иудейской синагоги во всех других отношениях. И поэтому Павел говорит, если идти с Мессией, а это теперь единственный путь, вы не можете держаться за закон. Если придерживаетесь закона, друзья, вы тем самым заявляете, что не хотите принадлежать народу Мессии. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. И вот для апостола Павла очень сжатая формулировка. А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Интересный вот такой вот акцент на будущее. То есть Павел говорит о том времени, когда Бог публично и во всеуслышании все-таки скажет и покажет, кто является его детьми. И объявит, да, что кто во Христе действительно является его народом. И вот по словам апостола Павла, друзья, посмотрите, мы ожидаем этого великого события, вот этого присвоения общественного статуса. Он говорит, мы ожидаем это духом, а не плотью. То есть, говорит Павел, не знаками обрезания на теле человека. С другими словами, если вы хотите получить здесь и сейчас доказательство того, что ваша будущая надежда не напрасна, что вы действительно в Божьей семье, то вот искать доказательств не следует в статусе, который вы получаете в результате незначительной физической операции, а в новой жизни, которую вы обретаете в духе. Физические признаки принадлежности к семье Авраама или их отсутствие – не главное. И Павел говорит, что главное в Божьей земле и для Божьих детей – это вера. И не пустая вера, но непростое доверие к ряду убеждений – это вера, которая действует не по делам закона. Это вера, которая действует через любовь. Любовь Бога, которая открыта для всех людей, независимо от этнического происхождения. Но более того, друзья, любовь – это именно та движущая сила, благодаря которой сам Бог принимает всех верующих в свою семью. Это та движущая сила, которая должна побуждать всех членов семьи приветствовать друг друга. Итак, вот на что апостол Павел потратил значительную часть этого послания, доказывая, что все верующие в Иисуса Христа свободны не только от своего языческого прошлого, но и от тех требований, которые иудейский закон предъявляет к своим приверженцам. А вот теперь интересный библейский текст, друзья. 18 стих 5 главы. «Если вы духом водитесь, то вы не под законом». Я думаю, очень интересный библейский текст. И все-таки, ну, как часто бывает, друзья, мы склонны, вы знаете, пытаться понять этот стих вот в контексте нашего времени. Вот представьте себе, что вы просто услышали рассуждение апостола Павла. Вот попробуйте объяснить себе, другому, а что имеет в виду апостол Павел, когда говорит, что вы, если вы духом водитесь, вы не под закон. Вот попробуйте объяснить это для себя. Я так предполагаю, друзья, что мы толкуем этот разговор, вот эту вот фразу в терминах такого, ну, неявного спора между двумя группами людей. А первая группа считает, что нужно строить свою жизнь по правилам, жить по закону. И теми, кто думает, что главное – это не закон. Главное, что делать то, что придет само собой. Ну, мы, наверное, поспешим вот как-то включиться в эти рассуждения и, может быть, добавить. Да, посмотрите на апостола Павла. А первую часть своей жизни Павел пытался соблюдать правила, соблюдать закон, правила своей религии. А затем обнаружил, что он не только не может соблюдать эти правила, но и что правила – это не главное. А Богу не нужно соблюдение правил, ему нужна искренность. Бог простил ему все его нарушения правил в Иисусе Христе и через Христа и теперь дает ему Духа Своего, который произведет плод без всех этих ужасных моральных усилий и ограничений. То есть мы пытаемся включиться и сказать, что, ну, вы свободны от всех, от закона. То есть Дух будет вести вас изнутри. Вам не нужно беспокоиться в этих правилах, которые приходят к вам откуда-то из Ветхого Завета, из традиций или из чего-то. То есть перестаньте беспокоиться обо всем этом, расслабьтесь, вам не нужно стараться. Более того, если моральные усилия, они говорят, это признак, друзья, того, что вы на ложном пути, что все, что вам нужно сделать – это плыть по течению Духа. Однако, друзья, дело в том, что Павел не обсуждает вопрос о правилах и искренности. А вот говоря эти слова, Павел говорит о великой перемене, которая произошла со смертью и воскресением Иисуса Христа, дарованием Духа Святого. Закон, то есть Моисеев закон был Божьим даром на период времени, который закончился с приходом Мессии. А вот в церквах, которым пишет апостол Павел, знаете, происходило обратное. То есть в действительности закон прекратил свое действие, а в церквах галатийских происходило обратное. А закон Моисея, или, по крайней мере, вот те предписания, такие как обрезание закона пищи, которые отличали евреев от язычников, он должен был требоваться от всех новообращенных. То есть этим самым вы должны убедиться, что действительно являетесь членами Божьего народа, истинные дети Авраама. Вот Павел не был с этим согласен. Дети Авраама – это все те, кто верит в Иисуса Христа и крестится в Него независимо от их этнического происхождения и отношений к иудейскому закону. Дело в том, друзья, что вот эта концентрация на законе привела к огромным расприям внутри галатийской церкви. И Павел обращается к верующим, как бы говорит, подумайте, что происходит. Вы друг друга угрызаете и съедаете. И вот то, что происходит в ваших церквах, что вы угрызаете, съедаете друг друга, друзья, не является ли это признаком, уже признаком того, что уже что-то пошло не так? Но ведь, в конце концов, лучшее из имеющихся резюме всего закона – люби ближнего твоего, как самого себя. Как же вы можете быть законопослушными, если нарушаете самый главный принцип закона? Павел говорит, напротив, вы идете в противоположном направлении, и теперь вам грозит взаимное уничтожение. Ну и какова же альтернатива? Буквально в низких предложениях апостол говорит, есть способ исполнить то, к чему в действительности стремился закон. Но это не путь плоти. И 16 стих 5 главы я говорю, «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти». Между прочим, для апостола Павла плоть – это не просто телесность, а вот это вот слово «плоть» всегда несет в себе оттенок испорченности или даже, знаете, какого-то бунта, отвращения человека, человечества в целом, или Израиля, в частности, от Бога. То есть слово «плоть» – это способ позначения того, что разлагается и умирает. А плоть – это не то, что будет существовать долго. И теперь Павел говорит, что вам нужно бежать от плоти, а не ухаживать за ней. Если вы сделаете акцент на плоти, то посмотрите, в какой компании вы окажетесь. Вы поставите себя в один ряд с теми самыми язычниками, образ жизни которых вы так презираете. «Дела плоти известны. Они – суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ириси». И поэтому, Павел говорит, необходимо упорядочить свою жизнь в соответствии с духом. И это единственный способ избежать дел плоти, которые вы видите вокруг себя в язычестве. И этого невозможно сделать через обрезание или внешнее следование закону Моисееву. И теперь, друзья, мы, наконец, можем понять значение фразы «Если же вы духом водитесь, то вы не под законом». Дело в том, что Павел рассуждает о Новом Завете. Бог послал сердца ваш, Дух Святой, чтобы в вас, наконец-то, исполнилась та жизнь, которую хотел, но не мог произвести закон. И когда это произойдет, в этом и заключается суть «не под законом». Закон Моисея не будет играть роли в формировании такого поведения, хотя вот как бы со стороны он может теперь смотреть и быть довольным. Другими словами, для того, чтобы быть цветущим и плодотворным членом Божьего народа, не обязательно становиться иудеем, принимая на себя Моисеев закон. На самом деле, как это ни парадоксально, друзья, если вы пойдете по этому пути, то окажетесь на том же уровне, что язычники, от которых вы хотите дистанцироваться. То есть это рассуждение апостола Павла. Обратите внимание, друзья, на 21 стих, самые последние слова этого стиха, когда говорит о делах плоти. Вот его итог. Бог, поступающий так, Царство Божие не наследует. Но теперь, друзья, снова вопрос. Я еще раз повторю этот вопрос, друзья. Ради чего мы с вами делаем то, что мы с вами делаем? Ради чего мы сегодня пришли на собрание? Ради чего мы вообще ходим на собрание? То есть ради чего вся наша с вами христианская жизнь? То есть для чего мы все это делаем? Вы знаете, друзья, вот Павел отвечает и говорит, что оказывается, Царство Божие уже грядет. Вот почему, друзья, мы все это делаем. Потому что Божье Царство приближается, оно грядет. И есть дороги, которые не ведут в этом направлении. Есть пути, которыми люди удерживают небесную жизнь на расстоянии и тем самым заключают завет со смертью. Именно своим поведением показывая, что они хотят оставаться такими, какие они есть. А позвольте вот мимоходом оставить маленький комментарий именно о пороках человека. Знаете, вот когда Павел говорит «дела плоти», ну пусть это будут пороки в нашем языке, ведь это не только вопрос того, что можно или что нельзя. Друзья, это не только вопрос того, что Бог разрешает или чего Бог запрещает. То есть намного глубже. Знаете, священное Писание вот делами плоти, пороками открывает развращенную версию человечества. Человек, который предоставлен сам себе. Если предоставить, оставить человека самому себе, то он будет именно таким, как говорит апостол Павел. Интересно, друзья, что вот в английском языке слово «порок» – «вайс» имеет то же самое произношение, что инструмент, тиски – «вайс». Подумайте о пороках в этом смысле. Привычки сердца, которые закрепились, изменить которые практически невозможно. Вот что такое «дела плоти», вот что такое пороки человека – это тиски. Это привычки сердца, которые закрепились, изменить которые практически невозможно. Пороки будут держать вас в тисках, которые, поверьте, вы не сможете ослабить. Напротив, плод Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание – на таковых нет закона или нет такого закона, который бы это осуждал. Вы знаете, вот эта последняя фраза «на таковых нет закона» из уст Павла звучит с большой долей иронии. То есть Павел говорит, думаю, вот если есть такая жизнь, вы увидите, что ни одна из этих вещей не противоречит закон. А другими словами, если так выглядят искупленные Богом люди, вот как выглядят члены божественной семьи, то не кажется ли вам, что закон будет очень-очень доволен, что породить такого рода людей закон навязывать не нужно? Однако обращу также ваше внимание на то, что Павел не говорит в этом отрывке. Павел не говорит, друзья, что как только Дух Святой послится в сердце человека или как только Дух Святой будет работать в общине, вот эти вот вещи будут происходить автоматически. Павел об этом и говорит. Еще одна маленькая деталь отрывка. Посмотрите, друзья, слово «плод» записано апостолом в единственном числе. То есть Священное Писание говорит не о плодах Духа, а о плоде Духа. А вот в русском языке мы иногда пользуемся словом «кардинальный». Вот это вот слово «кардинальный», оно очень имеет интересную такую этимологию или происхождение. Это латинское слово, которое когда-то, когда-то обозначало дверную петлю. То есть кардинальная, да, друзья, это была дверная петля. Ну, то, на чем держится или движется все остальное. Вот почему это кардинальный добродетель. Это не единственный добродетель христианской жизни. Однако, друзья, они являются главными. И от них зависит все остальное. Если вы хотите обладать одной из кардинальных добродетелей, то вы должны обладать всеми. Потому что, ну, каждая из них как бы поддерживается другими. То есть Павел не предполагает, что кто-то может культивировать одну или две из этих вот характеристик и считать, что у него достаточно фруктового сада. Нет, друзья, когда действует Дух Святой, вы увидите, что все девять разновидностей этого плода. И чтобы было понятно, о чем идет речь, апостол завершает обсуждение предложением. Это 24 стих. «Но те, которые христовы, распяли плоть со страстями и похотями». То есть не думайте оставаться во плоти и при этом рассчитывать, что вы являетесь частью Божьего народа, народа Христова. Это предложение предназначено обратить наше внимание на ключевой момент, который иначе можно было бы упустить. Он заключается в следующем, друзья. Еще раз повторюсь. Плод Духа не растет автоматически. А девять разновидностей плода не появляются внезапно, только потому, что кто-то уверовал в Иисуса Христа. Не появляются внезапно только потому, что кто-то помолился о Духе Божьем, а затем сел и стал ждать, когда же появятся плоды. Конечно, могут быть сильные и внезапные первые признаки того, что плод уже на приходе. Многие новообращенные христиане или только что обратившиеся ко Христу люди, особенно если это было обращение, означало резкий отказ от образа жизни, полного дел плоти, они рассказывают о своем изумлении по поводу той новой жизни, которая в них цветет, друзья. Желание любить, прощать, быть кроткими, быть чистыми и так далее. Откуда, может быть, спрашивают, все это взялось? Раньше я таким не был. Это замечательно, друзья. Это действительно верный признак действия Духа Святого. Но это не значит, что дальше все пойдет по наклонной. Это все только цветение. А вот чтобы получить плоды, нужно учиться быть садовником. Нужно узнать, как ухаживать, подрезать, как орошать поле, как не подпускать птиц и белок. Нужно следить за тем, чтобы на дереве не появлялись болезни и растения-паразиты, которые забирают жизнь. То есть вам нужно следить за тем, чтобы молодой ствол мог устоять на сильном ветру. Только тогда появятся эти плоды. Вы знаете, если кому-то кажется, что я вношу какую-то чужеродную ноту, прожженерадостный перечень этих замечательных качеств, обратите внимание на последние свойства в этом списке, 23 стих. Самая последняя разновидность плода, друзья, это воздержание или владение собой. Если бы плод был автоматическим, зачем нужен был бы самоконтроль? А воздержание нужно, друзья, потому что плод не приходит автоматически. Еще один маленький комментарий. А вы знаете, особенно касаясь воздержания, все разновидности плода, о которых здесь упоминает апостол Павел, поверьте, их очень легко подделать. Очень легко подделать, особенно молодому, здоровому, счастливому человеку. Все за исключением одного, за исключением воздержания, а контроль над своими желаниями. И, в принципе, если нет воздержания, то всегда стоит задуматься, не является ли появление других плодов именно видимостью, а не реальным признаком действия Духа. Можно предположить, друзья, что все-таки именно поэтому Павел добавляет примечание распятия, что те, которые принадлежат Иисусу Христу, они распяли плоть с ее страстями и похотями. То есть, либо мы с вами умертвим пороки, либо пороки умертвят у нас с вами. Последнее, что обращаю ваше внимание, друзья, интересное слово апостола Павла, это конец 25 стиха. Если мы духом живем, то по духу и поступать должны. Знаете, если вы читаете Библию на английском языке, вот конец 25 стиха звучит очень интересно. В русском языке поступать по духу, в английском языке ходить по духу. Ну, в принципе, да, вот в любом случае говорится о том, что движется. То есть поступать или ходить – это то, что движется. Друзья, вспомните, пожалуйста, начиная с первого псалма, вопрос о нравственной жизни человека рассматривается с точки зрения решения человека о том, куда должны привести тебя твои ноги. именно хождением обозначается правило практической жизни. Вот в любом случае смысл ясен. То есть если вы живете в духе, это не означает, что вы автоматически следуете указаниям духа. Вы должны выбрать, как поступить, и вы можете это делать. И снова перед нами вопрос. Вопрос о добродетелях человека. Какие добродетели можно приобрести без посторонней помощи? Упорным трудом. А какие можно иметь только в том случае, если их даст Бог? Вы знаете, вот ответ апостола Павла вот здесь и в других местах, он очень категоричен. Христианская добродетель, включая девятикратный плод духа, друзья, это одновременно и дар Божий, и результат сознательного решения верующего человека культивировать такой образ жизни и такие привычки сердца и ума. То есть, говоря техническим языком, эти вещи одновременно и передаются от Бога нам, друзья, и приобретаются. И здесь, как часто бывает, друзья, мы с вами находимся на границе языка, на границе того, что можно выразить словами. Одновременно мы говорим о том, что делает Бог и о том, что делают люди. Да, здесь есть свои тайны, которые мы не сможем раскрыть. Но достаточно отметить, друзья, что названные апостолом Павлом разновидности духовного плода как христианские добродетели остаются как делом Святого Духа, так и результатом сознательного выбора и труда самого человека. Иисус заключается в следующем. Каким бы здоровым ни было дерево, за ним нужно ухаживать. Если долго не ухаживать за ним и не подрезать, то оно станет диким. Образ жизни, которому ведет человека Святой Дух, не может быть достигнут попход разума, воли, поверьте, сознательного выбора человека. Мы должны распинать плоть. Мы должны быть преобразованы обновлением ума. А путь этот состоит в простой практике христианских добродетелей под руководством Святого Духа, подобно практике языка или музыкального инструмента. Итак, друзья, в Иисусе Христе долгожданный грядущий век уже начался. И именно на фоне этого грядущего века христиане должны выбрать, куда идти, как поступать и как жить. Данный нынешний век тоже продолжает свой изнурительный путь. Так что вот этих оба века, настоящий и грядущий, накладываются друг на друга, подобно волнам на берегу океана. Новый Божий век пришел через воскресение Христа. Но нынешний век действует, как мощное подводное течение, не давая набегающим волнам набирать полную силу. Подводные камни настоящего века делают все возможное, чтобы убедить нас с вами, что на самом деле ничего существенного особенного не изменилось. Иисус Христос не воскрес из мертвых, а вы продолжаете жить так же, как и жили все остальные. Нынешний век это очень коварная сила, и требуется сила, сила возрождения, требуется вера, требуется надежда, чтобы напомнить себе, что грядущий век действительно уже наступил со всеми его новыми возможностями и перспективами. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok